Как оформить контент красиво в DV Page Builder, не прибегая к редактору Gutenberg? Если мы с вами используем конструктор DV Page Builder, неизвестно еще, как будет работать в ваших записи Gutenberg вместе с использованием DV. У меня нет такого опыта, не могу сказать. Но в DV есть несколько плагинов, которые идут в составе редактора для записи, который вы можете использовать и красиво, украсив тот или иной контент. В этом видео на примере я покажу, как в статье разместить вот такие вкладки с вашим контентом, как вывести какой-то текст, выделив блоками, например, желтым, красным, голубым, кнопка и анимированные табы. Вы сейчас вот видите, происходит анимация, текст меняется, вот такие вот табы. Переходим в админку нашего сайта, переходим в записи. Для тех, кто не смотрел мои ранние уроки про DV Page Builder, напоминаю, что в DV, в настройках DV, на вкладке Builder, на вкладке дополнительно, включить классический редактор, включаем. Таким образом отключаем Gutenberg. Перехожу в записи и, например, в какой-то из записей я хочу что-то красиво оформить. То есть вот у нас классический редактор. Вот по этой кнопочке я могу открыть, видите, дополнительные вкладки. И самое главное, вот здесь находятся кнопки, которые автоматически здесь появляются, когда мы установили с вами DV Page Builder. И давайте по порядку рассмотрим эти дополнительные кнопки. Их здесь у нас всего 5 штук. Начнем отсюда. У нас открывается окно, заголовок. Здесь вы пишите какой-то свой текст, вид, close и open. То есть контент будет в закрытом виде или в открытом. Например, будет open. Контент. Видите здесь свой какой-то текст. Текст или HTML. То есть поддерживается здесь HTML разметка. Нажимаем ОК. Здесь в редакторе это показывается в виде шорт-кода. На сайте это будет выглядеть красиво. Мы с вами обновляем страницу и сразу смотрим, что у нас получается. Это у меня материал Joomla. Я перехожу в Joomla. Захожу в эту статью. И вы видите в открытом виде вот такая плашечка у нас. По клику она сворачивается. По клику разворачивается. И здесь наш контент. Если вам надо несколько таких вариаций, можете прямо вот так копировать. Снова строки вставить еще. Здесь можно написать close слово, чтобы она была закрыта. То есть прямо отсюда можно редактировать. Вот здесь вот у вас текст, который будет находиться в вашей этой вкладке. Или вы можете прямо так отсюда вставить какое-то изображение прямо между этими тегами. Давайте обновимся и посмотрим на сайте, как это выглядит. Вот картиночка вы видите. Здесь у нас размещается. То есть неограниченное количество вот таких вкладочек можете добавить. Причем если мы посмотрим в имитацию мобильного устройства, это все мобильно адаптивно. То есть на мобильных устройствах вы видите, вот на маленьком экране смотрится все нормально. Давайте рассмотрим с вами следующий элемент. Блок с контентом. Здесь у нас немножко другая ситуация. Вид shadow, тень, bio, download, warning, предупреждение или info. Это у нас выделить информацию каким-то цветом. Давайте прямо вот как первый был, так и оставим. Здесь вы вводите свой контент, нажимаете окей. Сразу с новой строчки проверим с вами другие варианты, чтобы вы сразу понимали разницу. И вот warning еще возьмем. Я уже просто здесь текст не пишу. Понятно, что вы здесь заполните все, что хотите. Нажмем обновить. Пойдем на сайт. Обновимся. И вот вы видите, да, это просто такие плашечки с иконками и цветные. Где-то на сайте как-то выделить свой контент. То есть очень симпатично смотрится. Следующая это кнопка. Если нужно как-то оформить симпатичную кнопку, то есть ссылка на кнопку размещается здесь. Удаляйте решетку, вставите любой URL. Вид. Смейл. Маленькая кнопка. Биг. Побольше. И есть просто айкон. Ну давайте посмотрим, значит, вот сразу айкон, иконка. Цвет кнопки, да. Выбираем здесь. То есть надо знать немножко английский язык, чтобы понимать. Например, red это красный, green зеленый, orange оранжевый. Пускай будет orange. Текст на кнопке пишем здесь. И открыть ссылку здесь на ваше усмотрение. Но, как правило, открыть ссылку в новом окне делают. Ок. Обновляемся. И также смотрим на сайте, что получается. Она получается такая серая, и здесь кнопочка, типа, скачать. Давайте рассмотрим еще какие-то варианты. Пускай будет вот такая кнопка. Возьмем orange. Ссылку я уже не вешаю, понятное дело. Просто я хочу вам показать возможности DV. Вот кнопка побольше. Она действительно оранжевая. Текст. Все у нас работает. Следующий у нас с вами идет, это табы. Давайте рассмотрим это. Здесь есть вот такой вариант выбора. Чтобы лучше понимать, давайте мы пока не будем трогать. Начнем с первого. Top tabs. Дальше. Effect. Fat. Или slide. Effect. Это проявление некое. Slide. Это скольжение. Но давайте пускай будет slide. Это более будет очевидно и симпатичней. Автоматически ли анимироваться им или нет? На ваше усмотрение. То есть и по клику мыши будут анимируются и автоматически. Либо только по клику. Автоматическая скорость. Это 5000. Это 5 секунд. Здесь это пишется в миллисекундах. Текст таба. Например, демо. И контент таба. Пишется здесь. Здесь есть ссылка добавить еще. Естественно, чтобы нам увидеть эффект анимации. И естественно, надо делать больше одного. Выбираем еще. Прокручиваем ниже. Здесь будет, например, заголовок таба демо 2. Текст для этого таба. Еще добавить. Демо 3. Итак, я думаю, что скорее всего не ограничено. Дальше я нажимаю ОК. Обновляюсь. И сразу смотрим, что получается у нас на сайте. Вот вы видите. У нас такие, получается, некие вкладки. Анимационно вот через 5000 миллисекунд у нас пролетает. И вот демо 3. И вот этот топ. Табс. Это вкладки топ. Это наверху. То есть вот они наверху сейчас. Соответственно, дальше вы уже понимаете. То есть здесь. Я продублирую еще раз демо. Ну, пускай будет вот так вот. 3 демо. То есть все настройки остальные понятны. Остается вот здесь только разобраться. То есть где таб располагать слева. Табс. И есть еще два варианта. Давайте посмотрим слева. И, соответственно, здесь вот у нас слева эти вкладки отображаются. И остается еще два варианта. Я рассмотрю один. Остальное же, естественно, вы сможете без меня поиграться и посмотреться с настройками. То есть это некий вот такой вариант с такими точками. Они тоже у нас кликабельны. Вот так вот переключаются. Вот здесь у нас контент, по идее, меняется. Просто я там текст не сменил. То есть вот так вот это тоже работает. И если вы вот такой блок не выводили информацию об авторе, можно еще напрямую... У нас есть такая кнопка. Вставить это здесь. Здесь нужно будет указать URL изображение. Использовать автоматические изменения размера картинки. ON это включить, OFF выключить. И контент. То есть как это можно сделать? Вы находите здесь медиафайлы. То есть картинку автора надо загрузить сначала к вам на сайт на WordPress. В новой вкладке открою. Что получить ссылку? Вот, например, у меня есть фотография. Я кликаю по ней. И вот здесь я получаю целиком ссылку. Копирую ее отсюда. Здесь я выбираю, вставляю ссылку. И здесь информация об авторе, какой-то текст. ОК. Обновить. И на сайте это смотрится вот так, да? Такая плашечка. Я считаю, смотрится довольно-таки неплохо. На мобильном устройстве тоже все сжимается. Никуда за края не уходит. Все нормально. Мы с вами рассмотрели в этом видео дополнительные иконки. Шорт-коды, которые идут вместе с DV. Небольшой урок, но не сказать я о них не мог. Я хочу, чтобы вы максимально были просвещены по поводу этого конструктора. И использовали его во всю мощь, не упуская никакой детали. Если вас плагин DVPatchBuilder заинтересовал, приобрести вы его сможете по ссылке в описании к этому видео. Приобретая DV, таким образом вы поддерживаете меня. На этом видео я заканчиваю. И увидимся с вами в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok